Я рад приветствовать вас сегодня на 25-й рабочей встрече Клуба Терема. На 25-й юбилейной встрече Клуба Терема. Ура! Это на поводу. У нас сегодня присутствует торт. Торт. Солодцы. А также наши особо праздничные мысли и проекты. И состояние, и настроение. На циферблат похож на торт смотрится. По традиции Клуба, я открою, чтобы эта красота во всей своей постаси сегодня присутствовала. По традиции Клуба, первые пять минут я рассказываю о том, что такое Клуб и с чем его едят. И так как среди нас присутствуют некоторые, которые будут слушать уже раз в 10-й или 15-й, то я постараюсь это сделать, чтобы это было в новизне старичка и информационно-новичка. Это креативная мысль. Итак, Клуб Терем – это аббревиатура из трех слов. Территория исполнения мечты. И главная идея Клуба выглядит так. Мы встретились для того, чтобы поддержать друг друга на пути к своей мечте. И в этом смысле это главная идея Клуба, и все, что происходит в Клубе, является следствием от нее. Если в Клубе что-то происходит, что не поддерживает нас к движению, к нашей мечте, значит это не Клуб, это что попало сбоку банки. Если, соответственно, в Клубе происходит что-то, что поддерживает нас к мечте, или может происходить, что будет поддерживать нас к движению, к нашей мечте, значит это то, что нужно, и это так, соответственно, и правильно. Хочется сказать, что в этом смысле в клубе отсутствует понятие «правильно» в общепринятом человеческом смысле. Потому что мы в клубе правильность меряем ровно тем, насколько тот человек, который двигается к своей мечте, может сказать, насколько я продвигаюсь к своей мечте. Соответственно, так как мечта находится в самом человеке внутри, и так как часто другие, да и сам человек, он сам не знает потом, в чем заключается его мечта и в чем заключается его жизненная цель, и это нормально, и это правильно, то в этом смысле мы, и это понимая, все равно все происходящее относим к человеку. И сам человек может сказать, ну вот это сейчас примерно в ту сторону, где вот примерно моя мечта. А не записывается такая пламенная речь? Записывается? Ты думаешь, почему я так стараюсь? Это уже третья попытка записать первую речь, первые две речи. Неуспехом я поставил камеру, потом смотрю, она была срезанная вот так вот, в голове только губы. Надо было губу увеличить и так и оставить. Это было на позапрошлой встрече. Я подумал, что это не весь хорошо, но поэтому как бы снова рассказываем. Итак, вот собственно говоря, что такое клуб и какие главные вещи и цели в нем происходят. Ну и помимо этого, что есть в клубе? В клубе есть коммуникационная система. Выглядит страшно, но по сути это что-то такое, что помогает нам поддерживать связь друг с другом, помимо наших встреч в клубе. Это наша скайп-группа, где мы можем друг другу хвастаться о том, как мы продвигаемся в своих проектах и как происходят события, которые поддерживают нас или происходят и двигают нас в наших проектах. Это группа в фейсбуке и страница в фейсбуке. Это канал на ютубе. И туда тоже можно подписываться. Все наши видео выкладываются там и канал на ютубе. Это наш сайт, наш внешний сайт, находящийся по адресу клуб.биздрайв.ру. И это наш сайт, к которому имеют доступ капитаны и они могут редактировать этот сайт так, как, собственно говоря, захотят. И размещать там свои страницы и информацию о себе и проектах. Здравствуйте. Здравствуйте. Плес, саживайся. Плес, саживайся. Мы как раз идем, да, у нас в процессе. Здравствуйте. У нас сейчас идет презентация клуба. Спасибо. Итак, то есть коммуникационный канал и у нас в плане повышения все, что мы можем присоединить к нам, мы будем присоединять. Есть еще недоотработанная группа рассылки в Google аккаунте. Такая штука. Это один адрес. Мы все на него подписываемся. Любой человек из группы может написать туда и оно автоматически разойдется всем. Письмо. Это такие Google группы. Вот оно тоже сейчас есть, но пока еще не запущено. То есть у нас есть разные коммуникационные системы, в которых мы можем поддерживать друг друга в периоде между РВК. Лучше тебе просто листочком дать. Я тебе дадам вот такую штучку. Я ее все сходу. Вот. И РВК. РВК это рабочие встречи клуба, которые проходят раз в месяц каждый второй четверг месяца. И сегодня у нас 13 сентября и это второй четверг месяца с пяти до двадцати тире двадцати одного ноль ноль в зависимости от того, как попрек. Иногда нас отсюда не оттащишь за уши, а иногда мы заканчиваем и за три часа. Очень бывает по-разному. И что происходит на этих встречах? На этих встречах, и вот сейчас как раз у нас такая встреча, у нас есть четкий ясный регламент, который я как модератор встречи четко всегда придерживаюсь. И если вы обратите внимание, регламент сейчас лежит перед вами. И в этом регламенте первое, пункт номер один, это презентация клуба для новичков. Остальным можно опаздывать. Собственно говоря, я прямо сейчас и делаю. Идет презентация клуба для новичков. После этого мы перейдем к знакомству. Каждый по одной-две минуте расскажет о себе. И для тех, кто это будет рассказывать уже в десятый раз, это хорошая тренировка и вызов. Научиться коротко говорить о себе. Для тех, кто пришел в новички, это знакомство. Очень интересно понять, я думаю, не все друг друга знают. То есть очень интересно понять, кто мы, что мы, как мы. И, конечно, для этого нужно очень много времени. Но в количестве двух-трех минут мы можем себе это подводить. Каждый расскажет о себе. Итак, расскажите о себе так, чтобы другому человеку было понятно, кто вы и что вы. И в этот момент рассказывая, вы отвечаете, хорошо, если вы отвечаете на три вопроса. Встраиваете плавно в свою самопрезентацию три вопроса. Первый вопрос, кто я. Вопрос, над которым человечество ломает голову последние три тысячи лет. Вопрос, какие у меня достоинства и почему я здесь. После этого мы с вами составляем список выступающих. И здесь заявляются проекты. И мы определяем последовательность того, как сегодня будем выступать. И после этого у нас происходит самая главная часть. Это пункт номер четыре. Выступление участников согласно составленному списку. По 20 минут у каждого будет время на его проект. По 20 минут у нас стоят специальные часики. Выступающий будет находиться вот здесь. Он будет видеть часики. И через 20 минут оно запиликает. И в этом смысле по 20 минут на каждого полностью мы будем смотреть, слушать и поддерживать выступающего. По некоторым форматам. И все форматы здесь озаглавлены. То есть форматы нужны для того, чтобы мы как слушающие могли понять, каким образом поддержать говорящего. То есть выступающего капитана. И сам капитан тоже таким образом фокусируется в понимании того, как ему можно помочь. И это у нас выступление капитана для тех, кто проект уже начался, продолжается. И он хочет рассказать другим, какие изменения произошли за месяц. И в это время очень полезно вообще сделать такая рефлексия и понимание того, а как проект длинулся за месяц. Формат анонс проекта это... Формат анонс проекта это новый. Или бывалый капитан анонсирует свой проект. Формат идейная поддержка. Здесь важно озаглавить задачку, дать рамку задачки, вывести в вопрос. То есть дать рамку, показать проект, дать рамку и вывести в вопрос. И в зависимости от того, как у вас это получится, вы сможете получить идейную поддержку. То есть тогда все остальные на выведенный вопрос начнут набрасывать идеи. То есть просто идеи того, как можно было бы решить эту задачку или ответить на этот вопрос. И здесь мы все креативим идеи, набрасываем, 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 что здесь важно для принимающего, он не оправдывается, не комментирует, а просто записывает, просто берет себе и записывает, 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 записывает. Задача фокус-группы – набросать как можно любых идей башенных и безбашенных. Задача принимающего – выписать себе это все в список и потом уже решить, что из этого списка подходит, а что не подходит. Экспертная поддержка – это когда выступающий уже точно знает, что он хочет, У него сформировался проект, он рассказывает о своем проекте, и тогда мы усиливаем, и он просит экспертную поддержку, то есть просит указать слабые места. И мы, как фокус-группа, с нашей точки зрения тоже проговариваем в виде идейных, в виде, мы набрасываем слабые места, слушающий не оправдывается, не комментирует, а снова записывает, 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 и таким образом усиливается. Это называется экспертная поддержка. Рекламная поддержка, если очень хочется что-то прорекламировать, она у нас ограничена по времени 5-10 минут. И формат «Хочу сказать», это если есть что-то, что не входит во все предыдущие форматы, но очень хочется сказать, ну тогда это формат «Хочу сказать». И последнее, пятое, это я рассказывал про РВК, у нас рефлексия. Мы говорим, отвечаем на вопрос друг другу и себе, что ценного для нас произошло на этой встрече. Итак, это была презентация клуба, о том, что в нем происходит. А, ну и еще такой важный момент, то есть выступающих, вот у нас стоит видеокамера, мы записываем на видеокамеру, после этого, после того, как, ну, вы можете сказать, не надо записывать, тогда мы не записываем. Вы можете сказать, пускай записывается, оно записывается. После этого, по вашему желанию, я могу вам скопировать вот эту конкретно запись сразу только вам. Либо второй вариант, я копирую ее на YouTube, но делаю ее закрытой и предоставляю доступ только вам, и вы ее смотрите в интернете. И третий вариант, вы говорите, а, не страшно, можно выкладывать на сайте клуба. Я думаю, что вы заходите на сайт клуба, всегда такие смелые находятся, и там записанные выступления есть, всегда появляются. Наконец, вы можете решить, добавить на сайт клуба, после того, как просмотрите сами. И в этом смысле удобно, если я располагаю это уже на YouTube. То есть я записываю на YouTube, условно ссылку, вы ее просматриваете и говорите, пойдет, можно. И тогда я выкладываю это видео на сайте клуба, и оно остается открытым на нашем видеоканале в YouTube. У нас свой видеоканал у клуба, и там все-все-все выступления за все 25 собраны, там их уже немало. И вот это небольшое добавление, которое у нас присутствует здесь. Я все. Такие есть вопросы.